Дверь в земле В больнице его называли пятикантропом, называли доисторическим человеком, пока он не перегрыз себе вену. А когда из него вытекала кровь и он уже спал, к нему явился голенький мальчик и сказал, встань, успокойся, пойди и живи с этими людьми. Ты будешь каждое утро вставать вместе с ними и смотреть, как они живут. Ты должен смотреть. Пусть тебя не тревожит, что ты не умеешь ни разговаривать, ни работать. Ни то, ни другое тебе не нужно. Ты начнешь говорить потом, когда люди проговорят все комбинации слов. Когда люди съедят свой язык, вот тогда начнешь говорить ты. А пока ты поставлен в этот мир смотреть, смотри и не бойся. Не бойся, что ты ничего не можешь изменить. Ты же не знаешь своего молчания. Какое оно из себя. Ты же не сможешь увидеть форму своего молчания. Ты смотришь на девушку. Она тебе нравится. Но даже ее тело не может сравниться с телом твоего молчания. У твоего молчания есть тело. И оно нужно всем. Ты начнешь говорить потом, когда люди потеряют дар речи от стыда, от страха. А пока смотри на людей и погружай их в свое молчание. Наступит такое время. Из твоего молчания люди извлекут новые слова. Совсем не. Старики приносят ему еду прямо сюда. Потому что из погреба он выходит только в воскресенье. Он боится, что в обычный день его схватят и отвезут обратно к больнице. А на днях старьевщик вершился одной ниткой. Половина того, о чем он говорил своей ученице. Спортим. Впереди осталась еще одна нога. Вторая. Жизнь на полоте начинается с той самой минуты, когда ребенок просыпается, встает с кровати и вступает на воду. Я не стану говорить, почему я захотел привезти тебя на это место и называть причину. Потому что у тебя нет этих причин. Просто возле этих детей ты сможешь лучше гонять меня. А я, может, захочу приблизиться к тебе. В погребе, в котором живет пеглец, есть две двери. Одна дверь смотрит на юг. На ту сторону, где живут дети. А другая на север. На ту сторону, где живут старики. Кроме стариков и детей, здесь должны были жить просто взрослые. Но одни уехали на заработки. А другие находятся в колониях или на принудительном величестве. Поэтому сегодня здесь только дети и старики. Одному из мальчиков и его сестре исполнилось 13 лет. Каждую неделю он просит сестру встречи на волосы. Мальчик сказал мне, что ночью ему кажется, что у него отрываются ноги. Это происходит ночью в темноте. Когда перестаешь чувствовать свое тело. И когда особенно хорошо видно, что эти ноги не твои. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мальчик сказал мне, что когда арестовали его маму, следователь спросил ее, как давно вы спите со своим сыном. Тогда она спросила следователя, скажите вы, сколько ног у вашего ребенка. следователь ответил, что две ноги. Ну так вот, сказала мама, представьте себе, что у моего сына тоже две. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мальчик сказал мне, что когда мама болела и кричала, он и сестра стали кричать вместе с нею. Мы отвлекали ее от ее припадка. А когда я болел, мама целовала меня всю ночь. А когда болела моя сестра, я тоже целовал ее всю ночь. Я поцеловал ее тысячу пятьдесят раз. Я считал тысячу пятьдесят раз и понял, что любой человек, даже самый больной, поправится. Он поправится, если его поцеловать тысячу пятьдесят раз. Мальчик сказал мне, что вообще он старше меня. и умрет он раньше меня. Он сказал, что его распнут, а еще перед этим пытать будут. Я спросил его, кто тебя распнет, кто тебя будет пытать. И он сказал, кто распнет, мне все равно. Главное, чтобы пытать. из одежды того тряпишника дети сшили себе эту куклу и назвали ее Иисусом Христом. Иисусом Христом 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 Х Я сделаю вас ловцами человеческих душ. Ловцами человеческих душ. И те люди оставили все и последовали за ним. Эти дети тоже оставляют свое место и выходят в город. Они приходят к одному институту, к другому институту, идут к университету. Они берут студентов-квартирантов и ведут их сюда. Они ловят человеческие души в городе. Они приводят мужчин и женщин и селят их во втором доме. Играет музыка. Сынок, не пытайся узнать, куда власть уходит и откуда возвращается. Власть начала бродить, как вино. Но свое новое вино они боятся лить в старые мехи. Старые мехи, они больше не нальют вина. Старые мехи сегодня выбрасывают. В системе нужны новые мехи. А новые мехи? Что это такое? Это барашек. Барашек, который пасется на воле. Который есть агнец кожи. Затем его берут, забивают, поедают, долбят его в шкуру и из нее шьют мехи. Все одно и то же. Одно и то же. Везде одни и те же принципы. Эту женщину дети нашли зимой, когда вышли в город. Она лежала на тротуаре, пьяная и примершая к асфальту. Это была уже не женщина, а комок замерзшей души. Они ее отодрали от асфальта и привели к себе. Она любит рассказывать детям о своем мужчине. Иногда она протягивает к нему свои руки. И зовет его обратно. И она просит детей, чтобы они тоже звали его. Чтобы он пришел к ней. И дети делают все, что она просит. Сынок, попрощайся с ними. А я поведу тебя дальше. Пока ты не родился, ты еще молод. И у тебя есть будущее. Пока. Пока. Пока.